Кто же такой демон? Демон от старославянского демон, от греческого даймон. Дух, божество, собирательное название сверхъестественных существ или духов, занимающих низшие по сравнению с богами положения, которые могут играть как положительную, так и отрицательную роль. У древних греков существовало философское понятие даймоний. Сократ и его последователи, Платон, Стояки и другие философы отождествляли с даймоном внутренний голос человека, то есть совесть его. В римской мифологии им соответствует гений, в христианстве ангел-хранитель. У славян в христианстве демон синоним слова «бес», которым с XI века на Руси христиане собирательно называли всех языческих богов. Также при переводе Библии из греческого языка на церковно-славянский и русский языки греческое слово «демон» переводилось словом «бес», а в английском и в английско-немецкой Библиях переводилось слово «дьявол», «девил» либо немецкий «тюфер». Информация о демонологии демона содержится в особых книгах, которые называются «Гримуары». Известный фольклорист Клод Синьол говорит следующее об этих таинственных артефактах. Страницы этих книг были багряного цвета, обжигающие глаза каждого, кто к ним приближался. Никто из профанов не мог разречить. Там ни одного слова, так тайны дьявола оперегались от разглашения. Сам же владелец книги, чтобы буквы стали черными, а фон белым. Ее нужно было читать, вступал в очень жесткую борьбу с сатаной. Борьба эта происходила в абсолютно темной комнате. Причем человек там должен был находиться с обнаженным торсом. И очень часто выходило так, сегодня он весел, а завтра мертв. Потому что с демонами нельзя шутить. Хоть это и легенда, в ней видна стереотипная составляющая мифа о демонах. Но в ней есть и своя доля правды, мои дорогие. Мои родные, для вас я также хочу сказать о том, что демоны – это архетипы коллективного бессознательного. То есть у каждого из вас есть индивидуальное бессознательное. И вот это индивидуальное бессознательное связано с коллективным бессознательным всего человечества. Вот в этом бессознательном всего человечества есть энергетические прообразы, которые приходят нам по каналам коллективного бессознательного в наши сны, в наши мысли, в наши представления о добре, из лес мифами, с легендами. Они материализуются в разном художественном искусстве, то вот если человек начинает быть одержимым каким-то с этих образов, архетипов, идей, то можно и говорить, что он одержим демонами. То есть наука психология тоже не отбрасывает эти продавние понятия, эти продавние категории демонов. Ну и есть в мире эзотерики легендарная колода Таро Люцифера Игоря Бамбушкара Мага Ингвара.